Новое поколение седана Hyundai Sonata уже продается в Корее. Начальная версия с двухлитровым мотором и шестиступенчатым автоматом предложена там примерно за 1 миллион 350 тысяч рублей. Но на домашнем автосалоне в Сеуле представлены и новые модификации с турбомотором и гибридной силовой установкой. Красная выставочная Sonata Turbo отличалась дизайном. Изменена форма бамперов с дополнительными отверстиями по бокам, а решетки, накладки и корпуса зеркал вместо хромированного покрытия выкрашены в черный цвет. Двигатель 1.6 TGDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском бензина относится к новому семейству SmartStream. Мотор развивает 180 л.с., 263 Нм крутящего момента и комплектуется уже не шести, а восьмиступенчатым автоматом. Гибридная версия тоже получила в свою решетку радиатора более спокойные формы бамперов. Силовая установка тут основана на двухлитровом атмосферном двигателе. Общая мощность системы не названа, но сам бензиновый мотор выдает 146 л.с. Известно, что расход топлива снижен на 10% по сравнению с прошлым поколением. Но достигнуто это не столько за счет оптимизации гибридной системы, сколько благодаря солнечной батарее, которая встроена в крышу. В ясную погоду она заряжает тяговую батарею. По выкладкам Hyundai каждый год 1300 км пробега будут обеспечены бесплатным электричеством от солнца. Новые версии выйдут на рынок летом. Турбосонату корейские дилеры получат в июне, а месяцем позже гибрид. Вероятно, в конце года мы увидим модель и в России. Похоже, что у Hyundai Creta появится младший брат. Примера субкомпактного кроссовера ожидается уже через неделю на автосалоне в Нью-Йорке. Hyundai Venue станет глобальной моделью. Индийский технический центр выступил основным разработчиком. В основу ляжет платформа хэтчбека i20. Габаритная длина едва ли превысит 4 метра. А выпускать Venue будут не только в Индии, но также в Корее и в Китае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...